В эфире «Наше время» в студии Анна Нитченко. Здравствуйте. 17 человек пострадали, в том числе и сотрудник службы по чрезвычайным ситуациям. Повреждены техника спасателей, полиция, машина скорой помощи и более двух десятков гражданских автомобилей. А также около 30 многоэтажных зданий. Такие последствия ночной ракетной атаки россиян по Кривому Рогу. По городу армия РФ ударила незадолго до полуночи, когда люди уже были дома. Об очередном военном преступлении России в материале Натальи Гусак. Два ракетных удара по Кривому Рогу армия РФ нанесла в ночь на 20 октября. Взрывы прогремели в одном районе с разницей в полчаса. Такую тактику российские оккупанты применяют не первый раз. Она нацелена на то, чтобы убить максимальное количество людей, которые прибыли для оказания помощи на место первого удара. Под второй удар в таком случае попадают гражданские спасатели, медики и полицейские. В этот раз роднение получил один спасатель. Была повреждена пожарная техника и машина скорой помощи. Был взрыв. Естественно, очень мощный взрыв. Мы как-то так успокоились. Вроде нормально все. Ничего не разбило. И тут через несколько минут второй взрыв. Полетели все окна. Улетела лоджия. Вышел на улицу. Вышел на улицу, увидел, что машину побило. Потом тут приехала полиция, скорая, пожарные. И когда была вторая ракета, спасатель всем в укрытие, в укрытие. Мы спрятались в подъезде. И второй взрыв был. И тогда уже побило и окна в квартире. Спасательная операция на месте ночной атаки длилась три часа. Все это время здесь разбирали завалы в поисках людей, которые могли оказаться под ними. Ранения и травмы получили 17 человек. Восемь из них госпитализировали. Но угрозы их жизни нет, говорят медики. Стан госпитализованных. Состояние госпитализированных разной степени тяжести. От легкой до тяжелой степени. Но всем оказывается помощь. Характер ранений – это в основном минновзрывные ранения разных участков тела. И, соответственно, разной сложности. В результате двойного ракетного удара пострадали исключительно гражданские объекты. Полтора десятка многоэтажных домов, несколько административных зданий, учебные заведения, поврежденные 20 автомобилей. На месте работает вся необходимая коммунальная техника. Проводится поквартирный обход для принятия заявления о поврежденном имуществе. Сейчас ситуация контролируемая. Людям оказывается вся необходимая помощь. В штабе, который развернули рядом с местом ракетных ударов, людям выдают пленку, ОСБ-плиты и другие материалы, чтобы можно было временно закрыть выбитые окна. А коммунальные службы все еще продолжают ликвидацию последствий российской ракетной атаки. Один человек погиб, и еще семеро ранены вследствие российских обстрелов Херсонской области. Об этом сообщили в областной военной администрации. Военные РФ попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение и административное здание. А также обстреляли жилые кварталы в нескольких населенных пунктах. В частности, повреждены многоэтажка и 8 частных домов. Также захватчики повредили сельхозтехнику. За эту неделю Россия выпустила по Украине более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более полутысячи ударных дронов разных типов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Ежедневно Россия наносит удары по нашим городам и общинам. Сознательный террор врага против наших людей. Объединенный для защиты мир способен противостоять этому целенаправленному террору. Украине необходимо больше средств ПВО. Нужна дальнобойность. Я благодарен всем партнерам, которые осознают это и поддерживают нас. Владимир Зеленский, президент Украины, в Телеграм. 31 российский беспилотник уничтожили силы обороны Украины этой ночью. Всего было более полусотни воздушных целей. 49 ударных БПЛА типа «Шахет» и дронов неустановленного типа. А также две баллистические ракеты «Искандер-М». 13 российских беспилотников локационно потеряны. Два полетели в направлении Беларуси. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на фронте. В частности, в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. По его словам, несмотря на преимущества российских оккупантов в живой силе и технике, силы обороны Украины не дают армии агрессора достичь цели. Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем. Учитывая оценку обстановки, принял ряд решений, направленных на предупреждение действий противника и нанесение ему максимальных потерь. Несмотря на преимущества оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели. Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины в Фейсбук. Убытки экосистем Украины из-за агрессии РФ достигли 65 миллиардов долларов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время конференции в Хельсинки. По словам чиновника, треть украинских лесов и 20% природоохранных территорий Украины уже пострадали вследствие войны России против Украины. Также под угрозой оказалось 35% биоразнообразия Европы, которым владеет Украина, подчеркнул Шмыгаль. Перед всеми нами стоит важная задача – выработать общее видение того, как защитить природу и жизнь людей. Украина готова разрабатывать общее видение и конкретные шаги на этом пути, применяя принцип «враг должен заплатить». Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отправился в Турцию. В фокусе визита – оборонно-промышленное сотрудничество. Также обсудят вопрос свободы мореплавания в Черном море и черноморскую безопасность. Особое внимание на переговорах планируют уделить плану победы, интеграции Украины в НАТО и формуле мира. Очереди на избирательных участках в Москве были созданы искусственно. Цель Кремля – поставить под угрозу выборы президента Молдовы и проведение референдума о вступлении страны в Евросоюз. Об этом заявил официально Кишинев. Напомню, в этом году на территории России открыты лишь два избирательных участка для голосования граждан Молдовы. Оба в Москве. А за ходом выборов в самой Молдове следит наша съемочная группа. С нами на прямой связи Лариса Петрук. Она находится в Кишиневе. Лариса, добрый день. Расскажи, как проходят выборы. Да, добрый день, Анна. Участки здесь в Молдове были открыты в 7 утра. Закроются они в 21.00 по местному времени. На территории Молдовы открыты 1957 участков. Большинство из них здесь, в столице, в Кишиневе. Также граждане Молдовы имеют возможность проголосовать на выборах в 37 странах. И впервые в этом году были открыты участки в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии. Если говорить о явке, мы можем прямо сейчас проверить на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы. 39,5% уже избирателей проголосовали либо же на выборах президента, либо же на референдуме о вступлении страны в Евросоюз. Если говорить детальнее о статистике, то активнее других голосуют граждане Молдовы в возрасте от 56 до 65 лет. Их около 22%. Если говорить о нарушениях, некоторые наблюдательные группы отмечают, что были зафиксированы нарушения. Сейчас, секунду. Избирателям, к примеру, в Приднестровье, так называемом Приднестровье, предлагали деньги за голосование на выборах. Об этом заявляют в местных СМИ, ссылаясь на тех, кто наблюдает за выборами. Предлагали от 400 до 3000 леев за то, чтобы избиратель поставил печать за того или иного кандидата. На нескольких участках были зафиксированы агитационные материалы. Также было зафиксировано то, что избиратели фотографировали свои бюллетени, что запрещено, согласно законодательству Молдова. Но я думаю, что сводку правонарушений на этих выборах, более детальную сводку с цифрами мы получим уже по окончанию, по завершению выборов после 21.00. Ну и хочу напомнить о том, что избирателям, которые разглашают свой голос, разглашают то, напротив чьей фамилии они поставили печать, грозит штраф в размере до 1500 лей. Как я уже и говорила, до этого явка достаточно высокая, как утверждают эксперты, это средняя явка по стране, обычная такая явка на выборах в Молдове. Вот мы пообщались с некоторыми избирателями, которые выходили из участка, возле которого мы сейчас находимся. Давайте послушаем их, что мотивировало граждан Молдовы прийти сегодня и проголосовать. Важно, чтобы мы были наравне с цивилизованными людьми, с Европой. Поэтому я голосую сегодня. Каждый голос, он учитывается. Все думают, что вот, там все будет как-то подмешано, это неправда, всего лишь один мой голос, если я не приду, ничего страшного не будет. Но таких людей много собирается, и в итоге то, чего люди бы хотели, как бы этого, ну, каком-то смысле не происходит. Мы должны поддержать европейский путь нашей страны. Это важно для всех граждан Молдовы проголосовать и показать их политический выбор, потому что наше общество немного разделено в этом плане. Лично я поклонник проевропейского пути. Ну и не стоит забывать о том, что выборы президента Молдовы и референдум за вступление страны в Евросоюз проходит на фоне масштабного вмешательства со стороны Кремля в внутреннюю политику Молдовы. Напомню о том, что ранее вице-премьер-министр страны заявляла о том, что Кремль потратил около 100 миллионов евро на вмешательство в выборы. Это как сеть пророссийского беглого олигарха Илона Шора, которую раскрыли молдавские правоохранители, о которой писали местные журналисты. Так и другие методы. Это сборы пророссийских митингов, пророссийская агитация и так далее. Давайте послушаем мнение эксперта на тему того, насколько велико вмешательство Кремля во внутреннюю политику Молдовы. Вмешательство Кремля в нашу молдавскую политику это не новость. У нас практически каждые выборы Кремль как-то пытается влиять на ситуацию. Здесь есть пророссийские силы, которые напрямую поддерживаются из Кремля так или иначе. Но в этот раз, особенно после начала войны, влияние и попытки влиять и воздействовать на молдавскую политику, конечно, беспрецедентны. И по наглости, если можно так сказать, по вероломству у них есть на кого влиять. И масштаб той пропаганды, которая направлена сегодня на Молдову, конечно, так или иначе скажется на результате выборов. Хочу отметить, что поскольку по состоянию на сейчас, на 16-10, явка уже составляет почти 40% избирателей, выборы уже можно считать состоявшимися, поскольку согласно законодательству Молдовы проголосовать должны 33% избирателей, чтобы выборы были действительными. Ну и главной интригой останется то, пройдут ли выборы президента Молдовы в один тур, либо же придется назначать еще второй тур. Согласно последним соцопросам, ни один из кандидатов не набирает необходимых 50% голосов. Ну и, конечно, подсчет уже бюллетеней начнется после 21.00. Наша съемочная группа будет следить за этим процессом. И мы обо всем расскажем вам позже в наших эфирах. У меня на этом все. Анна, передаю слово тебе в студию. Лариса, спасибо огромное. Это была Лариса Петрук на прямой связи из Молдовы. Рассказала о том, как в стране проходят выборы. Поддержать проевропейскую оппозицию. За неделю до выборов президент Грузии Соломез Робишвили призвала граждан на голосование сделать выбор в пользу одной из четырех оппозиционных партий, подписавших грузинскую хартию. Это план действий, призванный привести Грузию к началу переговоров с Евросоюзом. У всех тех людей, которые считают, что единственный путь вперед для Грузии – это Европа, есть возможность выбрать ту партию, которая ближе к их желаниям и вкусам. Это означает, что любой голос, который будет отдан любой из этих четырех партий, приведет нас в Европу. Соломезу Робишвили, президент Грузии. Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии. Страна ратифицировала римский статут, а значит, признает юрисдикцию Международного уголовного суда. МУС в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора. Саммит G20 – далеко не первое важное международное мероприятие, которое вынужден пропустить Путин из-за опасения быть арестованным. Детальнее Андрей Дмитренко расскажет. 18 ноября в Рио-де-Жанейро стартует саммит группы 20. Для Путина участие в мероприятии очень важно, говорят аналитики. В первую очередь, потому что помогает поддерживать иллюзию того, что страна-агрессор вовсе не находится в международной изоляции. Но после того, как в марте 2023 Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора, каждая страна, ратифицировавшая римский статут, обязана арестовать его на своей территории. Бразилия в числе таких государств. Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства. Если этого не сделать, существует риск создания прецедента, при котором лидеры, обвиненные в преступлениях, смогут путешествовать безнаказанно. Андрей Костин, генеральный прокурор Украины. В комментарии агентства Reuters. Путин заявил, что ордер Международного уголовного суда помехой не является. Якобы нужно всего лишь подписать межправительственное соглашение, и тогда он потеряет силу. Но поехать в Бразилию глава Кремля все же отказался. Пояснил так, не хочет создавать проблемы своему другу президенту Бразилии. Возможности для международных визитов сейчас у Путина существенно ограничены. Контакты с Западом сведены практически к нулю. На самом деле Путин, стремясь выградить вот это вот самое имперское величие и поставить себя в один ряд с другими мировыми лидерами, он на самом деле всего это себя сам лишил. После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, число его зарубежных визитов резко сократилось. На предыдущий саммит G20 в Индии в сентябре 23-го он не приехал, ограничился присутствием в онлайн-формате. А до этого отказался от участия в саммите BRICS в ЮАР. А вот Монголию в начале сентября 2024-го российский диктатор посетил. Страна ратифицировала римский статут и должна была его арестовать, но вместо этого в Улан-Баторе Путина встретили красной ковровой дорожкой. Представитель правительства Монголии пояснил политика, государство зависит от поставок российских энергоресурсов, у них просто не было выхода. Фактически его, и ясное дело, что его никто не будет приглашать в странах Запада, в странах, которые связаны с Соединенными Штатами, то есть в странах, которые являются демократическими государствами, наиболее развитыми. 17 марта 2023 года Международный криминальный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Львовой Беловой. Им инкриминирует незаконную насильственную депортацию детей с оккупированных территорий Украины. Возможное участие северокорейских солдат в войне против Украины для поддержки России является опасной эскалацией. Северная Корея уже поставляет РФ-ракеты и снаряды, а теперь могут быть привлечены войска. Это говорит о слабости России, заявил президент парламентской ассамблеи НАТО Джерри Конноли. С точки зрения Украины и НАТО это демонстрирует определенную слабость России. Вам нужны северокорейские войска для дислокации в Европе, для боевых действий в Украине? Может потому, что, честно говоря, российский потенциал вымотался? По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это уже приближается к потерям Второй мировой войны на начальных этапах операции «Барбаросса». А северные корейцы хотят получить боевой опыт. У них одна из крупнейших армий мира, но у них мало боевого опыта, а, собственно, его вообще нет. У них были боевые действия последний раз во время Корейской войны. Так что это уже 70 лет прошло. Их россияне пригласили воевать против Украины. Джерри Конноли, президент парламентской ассамблеи НАТО, в интервью «Радио Свобода». Признать использование войск Северной Кореи против Украины так называемой «красной линией» для Соединенных Штатов и НАТО призвал президента США, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер. Своё письмо к Джо Байдену он опубликовал на странице в соцсети X. По его мнению, Белый дом не смог оперативно проинформировать Конгресс о движении северокорейских войск. И привлечение КНДР России должно быть красной линией для Соединенных Штатов и для НАТО. Тем временем передвижение войск КНДР в России зафиксировал спутник. Дополнительно к 12 тысячам военных во Владивостоке уже развернут спецназ в полторы тысячи солдат. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Как сообщала ранее разведка Южной Кореи, северокорейских солдат перевезли российскими военными кораблями. А в сети распространилось видео, где северокорейских солдат экипируют в российское снаряжение. Кадры опубликовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал страны Запада к жесткой реакции. Россия расширяет масштабы своей войны. В ответ союзники должны усилить военную поддержку Украины, снять ограничения на дальние удары, начать перехват российских ракет и беспилотников над Украиной, продлить приглашение в НАТО, увеличить инвестиции в украинское оружейное производство. Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины. В соцсети ИКС. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». С нами на связи. Здравствуйте. Рада вас традиционно приветствовать. Здравствуйте. Возможное участие северокорейских солдат в войне против Украины. Два аспекта. Что это даст России и что это дает для КНДР? Ну, во-первых, для России это очень важно в контексте того, что им удается продолжать боевые действия, не привлекая тем самым особо внимания российского общества, да, то есть не объявляя новую массовую мобилизацию, пытаясь всех загнать на контракт, да, в той или иной степени это делается в Российской Федерации сейчас с деньгами, там с помощью, опять же, неких стимулов про закрытие кредитов, принуждением в том числе срочников к подписанию контракта с вооруженными силами Российской Федерации, но так или иначе понятно, что вот эта история с денежным принуждением, да, она имеет свои рамки. То есть уже в некоторых областях РФ, например, в Московской, правительство Москвы выдает 2 миллиона рублей за подписание контракта. Эти цифры растут дальше, но у них есть органичный потолок роста, после которого привлекать российских граждан к службе по контракту для участия в войне против Украины будет уже очень экономически нецелесообразно, особенно учитывая то, какой там большой расход личного состава у российской армии на фронте. Поэтому привлечение северокорейских военнослужащих – это вот такой вот способ каким-то образом размыть нехватку кадров, размыть проблему их мотивации, потому что Российская Федерация сама сознательно сформировала модель, в которой основной мотивацией служить в вооруженных силах и участвовать в войне являются деньги. И эти суммы приходится постоянно поднимать, потому что солдаты гибнут, солдаты заканчиваются, желающих, скажем так, людей, имеющих какой-то там интерес к военной службе, их все меньше и меньше, поэтому здесь сугубо экономическими рычагами уже не получается. Приходится включать вот эту корейскую историю, и очевидно, что корейские военнослужащие – это только временное решение. То есть мы не можем сказать, что Корея может нам на сторону России отправить, например, треть своих сухопутных войск, потому что увеличивается так или иначе вероятность столкновения между Южной и Северными Кореями все равно. Ярослав, а о каком уровне подготовки солдат КНДР можно говорить? Мы этого не знаем, и на самом деле мы очень условно понимаем даже рода войск и типы соединений, к которым относятся эти бойцы. Мы не понимаем, например, даже того, каким образом они будут оперировать на Донбассе. То есть если окажется, что это пехотные, штурмовые части, то здесь точно не идет история о том, что они там приобретут какой-то опыт и будут отправлены назад в Северную Корею его передавать, потому что это не история про военных советников. Военных советников в количестве 12 тысяч никто не может отправить, это не те цифры. Это все-таки история про обычных солдат, которые, скорее всего, будут использованы для прорыва линий фронта, для каких-то абсолютно, скажем так, безрассудных действий с личным составом, которых, можем сказать, что Ким Чен Ын в определенной степени подписал этим бойцам от себя смертный приговор. Я не считаю, что это история про какие-то там особенно элитные подразделения, хотя в небольших количествах их представители могут участвовать действительно для получения какого-то опыта от российских военнослужащих. Например, использование средств радиоэлектронной борьбы или беспилотников. То есть самые вот эти вот ключевые ноу-хау войны России против Украины, они Кореи, очевидно, обе Кореи эти темы очень сильно интересуют. А является ли использование войск Северной Кореи против Украины так называемой красной линией для Соединенных Штатов и для НАТО? Красная линия – это вообще публицистика. То есть это тема, которая двигается взад и вперед, зависимо от контекста событий. У этого понятия нет четко очерченных понятий. Мы ранее говорили о том, что для России красная линия – это территория Российской Федерации. И мы помним, как до начала вообще полномасштабного вторжения России в Украину мы себе не могли помыслить, что когда-нибудь украинские туда ракеты могут вообще полететь в теории. Контекст событий меняется, грани допустимого тоже. Для США красная линия – это понятие крайне условное. То, что Майк Тернер пытается продвинуть Байдена в Белый дом – это, конечно, очень положительный для Украины сигнал. Но проблема в том, что Майк Тернер все-таки республиканец. А в Белом доме сидят демократы. И вполне возможно, что они могут расценить этот шаг главы комитета по разведке в Конгрессе как попытку, еще одну такую предвыборную, вялую попытку обвинить Белый дом в некой такой слабости и бездеятельности. То есть как часть предвыборной борьбы, завуалированную в таких вот парламентских решениях. Поэтому я пока не склонен вообще считать, что Соединенные Штаты выработали для себя четкую рамку реакции по этому инциденту. По крайней мере, я думаю, они считают, что у них есть какое-то время, пока корейские солдаты проходят обучение на российских полигонах. Это может быть месяц, полтора-два, за которые они могут сформировать в той или иной степени хоть немного симметричный ответ. Хотелось бы, чтобы было именно так, конечно. А вот жесткая реакция стран Запада, которая призывает украинский МИД, это что может быть? В первую очередь поставка Украине в больших количествах, в том числе в беспрецедентно больших, продуктов ВПК, особенно артиллерийских снарядов и всего того, что производится, кстати, Южной Кореи в больших объемах. Опять же-таки, нужно говорить о снятии запрета на экспорт вооружений южнокорейских, потому что вообще Южная Корея является очень большим игроком на мировом рынке военно-промышленного комплекса. И заходила даже в свое время с очень успешными проектами в такие страны, например, как Польша, где я успешно конкурировала со своими немецкими друзьями. То есть, южнокорейский ВПК – это то, что нас интересует. Мы могли бы получать больше объемы, больше снарядов, больше артиллерийских стволов, если бы для этого создали не только украинскую поддержку, если бы реально США озадачились, что надо чем-то отвечать симметрично, асимметрично. Понятно, что южнокорейских военнослужащих вряд ли кто-то отправит нести службу в Украину. Все-таки в Южной Корее другие представления об индивидуальных правах, и для них вот так просто отправлять людей на чужую, по сути, войну, это не выглядит абсолютно адекватным, как это можно иногда продвинуть в Северной Корее. Но продукты ВПК нам действительно нужны, и нужно добиваться снятия ударов, снятия ограничений на удары вглубь территории РФ, потому что это позволит, в том числе, обескровить вот эти самые учебные части, различные глубинные аэродромы, то есть всю инфраструктуру нападения, которую Россия использует в определенной такой относительно недосягаемости для наших дронов и ракет. По поводу и Северной Кореи, и Южной Кореи, КНД обнуляет все договоренности и неформальные тенденции. Тем временем Южной Корее стоит начать действовать более интенсивно, в том числе и в поддержке Украины. Об этом в эфире телеканала Freedom говорил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Давайте услышим, обсудим. Более того, Северная Корея вот именно этим участием, непосредственным участием в войне, уже не только ресурсами, не только снарядом и ракетой, но и живой силой, опять же, совершенно по-другому подсвечивает роль Китая, которого вчера считали контролером Северной Кореи. Тут другая проблема. Проблема в том, что было бы хорошо, если бы Южная Корея более активно начала поддерживать Украину, более активно имеется в виду, в том числе, сняв те неформальные опять же ограничения на поставки военной техники и так далее. Но это более сложная уже тема, потому что Южная Корея как раз таки всегда старалась играть по правилам, придерживалась там тех или иных неформальных или формальных договоренностей на глобальном уровне. Ярослав, по поводу активизации в поддержке Южной Кореи в адрес Украины вы уже упомянули. А вот по поводу того, как может сейчас Южная Корея себя обезопасить от КНДР? Ну, тут я не думаю, что нужно думать об обезопасивании. Да, здесь надо действовать проактивно. То есть надо как раз таки действовать от обратного и всячески угрожать Северной Корее косвенными признаками войны. Да, разворачиванием частей на границе, какими-то учениями, какими-то недвусмысленными перестановками, сигналами. Да, то есть всем тем, что может косвенно намекать на то, что Северная Корея сама находится в очень большой опасности, поэтому она не имеет возможности так просто вот разбрасываться налево-направо солдатами. Но мы понимаем, что в какой-то мере мы не сможем достичь вот этой помощи от Южной Кореи сами по себе. Здесь нужна точно так же модерация Соединенных Штатов, чтобы они дали четкое руководство Южной Корее как действовать, что нам нужно вот такими вот такими средствами помочь, если это не могут сделать сами США напрямую относительно Украины. Но мы все чаще видим тенденцию, что все-таки США в поддержке Украины все чаще ищут каких-то субпартнеров. То есть побольше внимания на Европу, где-то там нашли в Африке какие-то контракты, еще что-то. Тут, я думаю, будет, возможно, симметричная история. Спасибо огромное за вашу аналитику. Ярослав Башков, глава Центра политических исследований «Доктрина» был с нами на связи. Ну а в этом выпуске мы ставим точку итоги дня традиционно в 21.00 по Киеву. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин